Дорогие братья и сестры, продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросам идеологии. На прошлых занятиях мы говорили об отрицаемых атрибутах. В частности, на предыдущем занятии мы говорили о том, что Бог не является местом событий. Самость и сущность Бога не есть место событий. То есть в Боге не происходит никаких событий, не происходит потеря или обретение знания, потеря или обретение могущества, потеря или обретение той или иной степени жизни. Потеря или обретение радости, потеря или обретение печали и так далее. Потеря или обретение боли, потеря или обретение наслаждения. Все эти события, эти и все остальные, без исключения события, в отношении Бога невозможны. Почему? Потому что мы сказали, что Бог есть нечто необходимое. Есть бытие необходимое. А необходимое бытие необходимо со всех точек зрения. Необходимо во всем. Не только в существовании и в бытии, но и в чтойности. То есть в том, что оно из себя представляет. Обретя то или иное знание, то или иное могущество, обретя радость, обретя наслаждение. Или потеряв все это, бытие меняет свою чтойность, меняет самого себя. Меняется, становится каким-то другим или чем-то другим. И как следствие перестает существовать то, чем оно было раньше. Перестает существовать то, что оно представляло из себя ранее. Таким образом, ясно, что такое бытие, такое сущее не может быть необходимым. А Бог есть нечто необходимое. Значит, никаких событий в Боге происходить не может. Это еще одно очередное, очередной атрибут, отрицаемый атрибут. Следующий атрибут, который нам также необходимо коснуться и разобрать, это вопрос о том, можно ли увидеть Бога. Как мы говорили ранее, все эти атрибуты, которые мы так или иначе разбираем и касаемся, все эти атрибуты являются теми атрибутами, относительно которых имеются определенные разногласия, имеются заблуждения и порой даже нечто меньшее, например, имеется халатность, невнимательность относительно этих атрибутов. А так, мы говорили, что отрицаемых атрибутов, так же, как и атрибутов самости, атрибутов действия, огромное множество. Мы всех, конечно же, разработать не можем, и разбираем только те, которые имеют определенную актуальность. Итак, какую же актуальность представляет из себя этот атрибут, этот отрицаемый атрибут, а именно то, что Бога невозможно увидеть. Бога невозможно увидеть. То есть, прежде всего, давайте разберемся, что значит увидеть, потому что у этого слова может быть несколько значений, можно это слово понять совсем по-разному, каждый может понять его по-своему. Когда мы говорим о том, что Бога невозможно увидеть, мы имеем в виду, что невозможно увидеть его глазами, то есть, точно так же, как вы видите меня сейчас, на данный момент. Когда вы смотрите на меня, вы видите меня. Когда мы говорим, что Бога невозможно увидеть, мы имеем в виду именно это значение, а не какое-либо другое. Почему? Потому что мы ранее говорили о том, что знание делится на две категории, имеются два пути обретения знания, это посредственный путь и непосредственный путь. И говоря о том, что можно познать что-либо непосредственно, без посредника повествователя, мы говорили о том, что можно познать что-либо без образов, без представления о чем-либо, а именно познавать непосредственно саму вещь. Итак, Бога, вне всякого сомнения, через это непосредственное познание можно познать. И это познание в той или иной степени даже можно назвать лицезрением, можно назвать видением Бога, лицезрением Бога в каком-то смысле, в своеобразном смысле. То есть мы говорим о том, что мы можем через духовное развитие, через самосовершенствование, можем познать Бога, можем познать самость Бога и без посредников, без представления, без образов, что самое важное, без образов. Но при этом мы ясно и четко себе представляем, что Бога глазами увидеть невозможно. Почему? Потому что глазами можно увидеть именно то, что представляет из себя тело, то, что является телесным, является объемным, если хотите, является материальным. Именно так устроены глаза человека, именно таковые глаза человека, именно так лицезреет человек, когда наблюдает, видит что-либо глазами. То есть, другими словами, то, что не является телесным, то, что не обладает объемом, не может быть увидено глазами. Не может человек лицезреть нечто подобное, видеть, как он обычно видит пейзажи, дома, машины, людей, города и так далее. И доказательством этому является то, что Бог не является телесным. Мы об этом ранее говорили и доказали, что Бог не есть объем, Бог не есть тело. А раз так, значит, и увидеть его глазами невозможно. И лицезреть его невозможно так, как мы лицезреем обычно окружающие нас предметы. Как мы видим обычно окружающие нас предметы. И даже более того, у Бога невозможно потрогать. У Бога нет запаха. У Бога нет вкуса. Нельзя его попробовать на вкус. И так далее. Все эти чувства, все эти восприятия, которыми человек обладает, этим восприятиям Бог не поддается. Это просто-напросто невозможно. Потому что у Бога нет образа, у Бога нет тела, у Бога нет объема. Но, к сожалению, некоторые группы мусульман, ссылаясь на смысл, поверхностный смысл некоторых аятов и преданий, утверждают обратное. Например, ашариты или хамболиты утверждают о том, ссылаясь на некоторые предания, утверждают о том, что Бога возможно увидеть. И даже более того, они говорят, что Бога мы увидим. Мы увидим Бога в следующем мире, в загробной жизни. В этом мире мы Бога не видим не потому, что это невозможно, не потому, что мы не можем увидеть Бога, и не потому, что это вовсе невозможно, а потому, что Бог так захотел, Он сам так захотел, чтобы мы не могли Его видеть в этом мире. То есть, Он оградил себя от наших взоров. Он наложил покрывало на наши взоры, чтобы они не могли Его видеть, не могли Его лицезреть. В противном случае, Бог есть нечто телесное, нечто объемное, что можно лицезреть, что можно увидеть. Именно поэтому они, ссылаясь на некоторые аяты и ссылаясь на некоторые предания, утверждают, что мы не просто можем, не только можем лицезреть Бога, но и более того, в судный день будем лицезреть Его. Так же, как лицезреем полную Луну, то есть Луну 15-го дня лунного месяца, когда Луна совершенно полная. Конечно же, эта группа мусульман заблуждается, потому что подобное лицезрение, как мы уже говорили ранее, является следствием телесности. Это говорит о том, что Бог является телесным. Но, как мы говорили ранее и подчеркивали неоднократно, эти группы, в частности и в особенности хамболиты, не чураются подобных убеждений. И так как сегодня хамболиты не так распространены, и более распространены их потомки, духовные наследники, идеологические наследники в лице салафитов и ваххабитов, то можно говорить и о них. Эти люди, это течение, эта группа мусульман нисколько не очураются, нисколько не пытаются очиститься и оградиться от подобных убеждений. Они приписывают Богу части тела и органы, которые совершенно объемны, присущи в том числе человеку, то есть творениям Бога. Таким образом, они уподобляют Бога его творениям. И, конечно же, с подобными убеждениями они не могут как-то иначе воспринимать данный вопрос, данный атрибут, а именно возможность лицезрения Бога. Они воспринимают Бога как нечто подобное творением, как нечто подобное человеку. Приписывают ему дом, голень, ноги, руки и так далее, другие органы. Приписывают ему некий трон, некое кресло, на котором он восседает. И приписывают этому трону совершенно телесные, материальные, объемные характеристики. Например, один из их лидеров и основателей, Ибн Таимия, ссылаясь на некоторые предания, говорил и утверждал о том, что Бог — это безбородый юнец. Безбородый юнец, трон которого скрипит, как новое седло. Именно скрипит, издает этот звук. Таким образом, мы видим, что они очень далеко заходят в своих убеждениях и приписывают Богу качества, которые в крайней степени уподобляют Бога его творения. То есть это представление и эти убеждения не о Боге, не о необходимом бытии и существовании, а о возможном, то есть о творении, а не создателе. И, конечно же, все это является заблуждением. Таким образом, дорогие братья и сестры, последний отрицаемый атрибут, который нам необходимо было разобрать и который имеет определенную актуальность, это возможность лицезрения Бога. Бог не телесен, и поэтому глазами лицезреть Бога невозможно. Не потому, что Бог так захотел, не потому, что имеются определенные покрывала, не потому, что имеются определенные препятствия. Например, мы можем никогда не увидеть самую далекую из звезд. Почему? Потому что это невозможно, или же имеются определенные препятствия, Например, расстояние. Мы, например, никогда не увидим то, что находится в центре земного шара. Своими глазами никогда не увидим. Почему? Потому что это невозможно или имеются определенные препятствия. В отношении Бога все не так. Речь не идет о препятствии, речь не идет о расстоянии, речь не идет о покрывале, а речь идет о том, что Бог не телесен, а глаза человеческие, нечто нетелесное, нематериальное, увидеть не способно. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.